После каждой передачи в комментариях задают вопрос, почему вы не смотрите в камеру, вам, наверное, есть что скрывать. Объясняю, смотреть надо не в камеру, а на интервьюера. Почему у вас такой умотанный вид? Я тут недавно посчитал, за 2013 год, который еще не кончился, я намотал по ромбику Минск, Питер, Москва, Киев чуть больше трех экваторов. 127, по-моему, тысяч километров. Какие изменения ждут World of Tanks в грядущем году? Мы решили в 2014 году радикально переработать всю нашу графику. То есть переделать в новом качестве танки и их окружение. Все модели танков увеличивают полигонаж и разрешение текстур в 3-4 раза. Танк при движении станет более живым. До этого у нас подвеска была простая, да, то есть нижняя ветвь гусеницы, она вот так вот плоской туда-сюда ходила, это, в общем, давало приемлемую картинку, но это было мало. Сейчас у нас каждый элемент подвески имеет свой индивидуальный упругий элемент, и подвеска ходит, как ей положено, независимо, в соответствии с препятствиями. Мы переработали практически всю физику мира. То есть мы купили лицензию на движок, который называется «Хавок», и возили с ним, по-моему, полтора года. Дело в том, что «Хавок» – это чисто клиентский движок. Сервер не знает, что происходит в «Хавоке», куда летят обломки. И, собственно, была проделана огромная работа по увязке того, что происходит там с разрушением на клиенте и на сервере. То есть в результате, когда у нас отлетает башня, она потом лежит на месте, служит препятствием и для снарядов, и для танков. То есть нормальный такой физический объект. Игровые режимы. В каком направлении продолжится развитие? В этом году мы, во-первых, добавили командные бои, а для индивидуальных игроков мы сделали боевые задачи. То есть это инструменты, которые были хорошо приняты игроками, и это то, что мы бросать не будем, как и киберспорт. Основные задачи по игровому процессу, по геймплею на 2014 год – это, скажем так, модернизация клановых боев и исторические бои. Проблема в том, что исторические бои, как правило, совершенно не поддаются балансу. И мы рассматривали и проигрывали на внутренних тестах разные варианты. И, наконец, победил один из вариантов. Это существенно неравновесные команды. То есть не 15-34 на 15 тигров, а, скажем, 15 или даже 20-34 на 3-5 тигров. Ну, вот это вот я привожу для примера. Соответственно, мы пошли вот на эти бои неравновесные и думаем, что вот такие вот существенно несимметричные бои будут людям весьма интересны. Там будут исторические модели танков, то есть, скажем, Т-34 будет с 76 миллиметров, а не с 57. Боекомплект у нас будет, скажем так, приближенный к историческому. Но, опять-таки, делать такую игру, в которой игрок сражается со своим танком, вместо того, чтобы воевать с противником, мы не будем. Чем будут дополнены клановые бои? Клановые бои мы ввели почти сразу же после выхода танков в релиз. Сначала мы сделали там 1200 провинций, и всё равно места на глобальной карте не хватает для всех желающих. Поэтому мы подумали и решили, что бои на глобальной карте останутся в качестве топ-уровня клановой активности. А вот для массовой клановой активности у каждого клана будет крепрайон, который будет приносить в клановую казну некие плюшки. И кланы могут ходить друг к другу в гости с целью насильственного поделения этими плюшками. А как обстоят дела с введением в игру режима гаражных боёв? С гаражными боями есть одна проблема. Мы изначально ориентируемся на короткие игровые сессии. Вот так называемые гаражные бои, где можно выходить на разных танках, необходимо длительность сессии повышать. При этом у таких вот боёв с возрождениями есть свои засады. Это если твоя команда сливает, то возрождаться как-то не особо хочется. Поэтому в качестве базового геймплея мы бои с возрождением делать не хотим. Но в качестве геймплея высокоуровневого, условно говоря, для десятых левелов, мы такой вариант рассматриваем. И более того, я говорил про исторические бои, какое-то возрождение возможно и в них. Вариант, когда вот такие вот машины, которые сильно уступают характеристикам топом в исторических боях, будут возрождаться и бегать, и мешать, светить, захватывать, возрождаясь несколько раз, нами рассматриваются. В общем, с какими-то шансами такое возрождение у нас будет. В каком объёме будут выходить новые ветки танков в 2014 году? Собственно говоря, из новых веток очень хотелось бы ввести эпический японский танк тяжёлый 10 уровня. У японцев есть совершенно чётко достоверный тяжёлый танк на третий уровень примерно. И есть довольно забавная машинка, документацию, которую мы недавно нашли, которая, в общем, отлично подходит на десятый уровень. Но проблема в том, что в этом промежутке на четвёртом, пятом, шестом уровне у японцев с тяжёлыми танками как-то не очень хорошо. Поэтому вот цельную ветку тяжёлых танков нам сделать очень сложно. Но фишка в том, что мы сейчас улучшаем качество текущих моделей, и это почти без остатка займёт все ресурсы, которые у нас есть внутренние, внешние, которые мы ещё только можем подключить. Мне кажется, что в 2014 году будет серьёзная пауза в плане ввода новых веток. Но это не значит, что контента будет меньше. При переделке моделей мы будем вводить вместе с прокачкой ходовой ещё и прокачку корпусов. При этом мы не всегда будем делать так, что более поздний корпус однозначно будет самым крутым. Они, скорее всего, будут играть совершенно разные роли на поле боя. Либо хорошо бронированная машина, либо более подвижная. И мы для значительно большего числа танка попытаемся сделать вот такие альтернативные, но плюс-минус равноценные конфигурации. Повлияет ли введение графических обновлений в игру на возможность играть на слабых машинах? В графике есть два направления. Первый — это максимальная графика. Под это делается один функционал. То есть новые фильтры, новое освещение, новые текстуры. А есть, собственно, другой кусочек работы с графикой. Это оптимизация для слабосильных машин. Дело в том, что у нас почти 40% игроков играют на конфигурациях, которые ниже установленной нами минимальной конфигурации. Но эти люди играют. Соответственно, мы обязаны их поддержать, чтобы они играли и дальше. То есть какие-то кусочки оптимизации будут в 8.11, какие-то кусочки оптимизации будут в 9.0. Да, кстати, я, похоже, только что спалил нумерацию патчей. Ну ладно, бог с ним. В программировании есть, собственно, несколько областей хай-тека. Это высоконагруженные сервера, высоконагруженные каналы. Тут у нас, в общем, всё вполне прилично. Но вот с клиентской графикой, с высокопроизводительным рендером мы не в топе. Мы выдерживаем приемлемый уровень, а хотим, чтобы уровень был передовым. Мы над этим работаем. И патч 9.0, я думаю, что нас вот к этой цели, к передовой графике приблизит. Собственно, вот такие наши планы на 2014 год. Надеемся, этот год будет удачным для вас, не только как для игроков World of Tanks, но и как вообще людей, живущих уже по всему миру. Поэтому поздравляю вас с Новым Годом. Желаю процента побед 60+, не только в игре, но и в жизни. Подробности о новой графике и физике игры смотрите в дневниках разработчиков World of Tanks. Скоро! Субтитры подогнал «Симон»!